Приветствую всех, дамы и господа, и у нас вновь Mountain Blade. Так, в памяти прошлой серии мы просрали замок Кульмар, ну и вроде как закончили военную кампанию, хотя почему-то меня всё ещё сопровождает, мне тут немножечко интересно. Так, вот реально, что ты меня сопровождаешь? Новое занятие, займись своими делами. Видимо, этих двух чуваков я собственноручно нанимал, то есть заставлял за собой следовать, именно поэтому они всё ещё за мной двигаются. Так, стоп, не то, извиняюсь. Так, мне нужен приказ. Со своими делами, хорошо. Так, вроде бы я всех отпустил, или кто-то ещё остался. О, они по ходу вступри, типа, чё происходит? А, чё дальше делать? Меня отпустили. Так, мы с вами сейчас едем в замок Мораз, мы должны послать посланников для того, чтобы... Так, преследует фору, но Морни, в принципе, своей фигней, как обычно занимается. Окей, мы должны в Морасе отправить послов к свадам, чтобы заключить с ними мир, возможно, кого-нибудь отправить ещё к Хансту, ну, короче. Так, работа у нас вагон. Вражеские патрули, это всё мелочи. Так, новых графов вроде бы нету, может и есть? Это чё за хрена вообще? Граф Байерин Малеза, похоже, что есть. А, нет. И тут это такое, новое задание. Стоп, это по ходу мой граф, ну, вернее, почему это граф, а не лорд, я вот понять не могу. Ладно, давайте возьмём деньги, сказать, если там вообще есть деньги. Нету. Миленько, очень даже миленько. Ясно. Так, Рольф. Посол. Стоп, давайте-ка пробуем обменяться с заложниками. Вы хотели бы обменять. О, можно. Наконец-таки эта хрень появилась. Так, хочу отдать вам нилучу, потому что бесполезный хрень. Я хочу освободить ярла Гундура. Вон, да неужели. Вести переговоры Бурундук. Так, да, сделайте это. Отлично. Скоро мы вернём одного из наших графов. Мне это нравится. Наконец-таки. Новослугу никого нельзя. Ну и всё, давайте отправлять послак с Вадом. Так. Скажите, что желаю заключить пактами нападения. И всё, да? Защиту. Так, давайте пактами нападения хотя бы. Пусть это будет... Бахиштур тоже не особо полезный чувачок. Ну, в плане каких-то уникальных талантов. Так что можно ему, в принципе, послать. Ну и давайте глянем наш гарнизон. Гарнизон такой себе. Блин, я бы взял себе новичков, чтобы их быстренько прокачать. Но... Но-но-но, у меня нету ни денег, ни возможности. Так, теперь мы давайте с вами полазим по городам. Изучим стихи, чтобы потом добраться до леди. И с ней как-то пообщаться. И с ней улучшить отношения, чтобы потом в итоге всё это дело перешло к свадьбе. Окей. Так, Алайн что-то там делает. Ханса захватывает что-то у свадов. Ладно. Давайте в таверну будем надеяться на посредника. Которого здесь, конечно же, нету. Так, давайте разные товары здесь. А, у меня же благородный шлем остался. Ёжики. Нужно его быстренько сейчас кому-нибудь втюхать. Втюхать. Так, смотрим. По идее, Лизалита он вообще идеально заходит. Потому что его шлем, ну, просто говнище. Давайте-ка ещё разу глянем. Тридцать семь. Пятьдесят семь. Ну, да. Точно. Благородный шлем ему идеально заходит. Ему, правда, щита здесь не хватает. Давайте-ка мы в городе сейчас какой-нибудь щит и найдём. Так, давайте оружие. Проддаём этот хлам. Ну и щит, блин. Ну да. Мы тебе только парашку мыть можем дать. И всё, да. Ладно. Значит, мы с битвы. Потом щит какой-нибудь вытащим. Обязательно заберём у кого-нибудь и отдадим тебе. Так, давайте-ка мы с Деспином, допустим, пообщаемся. Мне это интересно. Так, натренировал. Ноль рекордов Нордов. А, ну да, потому что денег в казнении не хватает. Мило. Меня зовут... Ту-ту-ту-ту-тун. Наедине. Не хочет. Жалко. Хотя отношения у нас нормальные. Да. Жалко, жалко, жалко. Давайте-ка. Пролетаем в Суна. А Суна у них ещё не отобрали. Суна капец беззащитная. Офигеть. Так, постите вашу кузню. Нет, давайте-то верно. Только посредник сейчас спасёт мои финансы. Но его почему-то нигде здесь нету. Мне ещё нужен чувак, который учит стихам. Тоже, ну как бы, ради той же барышни. Если угодно так. О! Для задания. Нужно. Нужен был мне этот лагерь. Ну, а я что-то просрал тот момент. Так. Ну, давайте захватим, в принципе. В принципе. Субежище всегда можно какого-то бабла поиметь. Так что, почему и нет. Правда, ни хрена не вижу, ненавижу падать ночью вообще. Отвратительное занятие, как по мне. Ну, ладно. Хоть одного мразь я здесь увижу вообще. Потому что где-то здесь тырится. Вот, вроде бы, кто-то есть. Но я не уверен. Меня еще, главное, стреляет. Что обидно. Хотя не уверен, что их говнолуки смогут мне что-нибудь вообще нанести в плане урона. Видишь, все дохленькие. Ну, ладно. Походу, дело посмотрим. Так, видите, получено ноль урона. Вот, как-то так всё это и будет продвигаться. Так, противников я всё ещё не вижу. Где-то там с деревьями прячется. По-любому. Не, вот ночью эти чуваки почти неубиваемые. Ну, в плане того, что я их не вижу. И ботам-то нормально. Они как бы чуют всех своих противников. Вот у меня такого дерьма нет. Поэтому приходится вывозить на интеллекте. И на возможной видимости, которая иногда появляется. Отлично. Вываливаемся отсюда. Так, ну кто-нибудь ещё? Так, я никого не вижу. Где-то там какой-то хрен по-любому стоит. Так, снизу стрела летела. А где же это падло, паскуда или кто он там? Так, мы что, копьё? Да, мы хотя бы копьё есть. То есть, в ближнем бою я полностью без защиты не буду. Да, это радует. Это сильно радует. Блин, не попал, да прикиньте. Да, вот я неудачник. Бывает. Один урона, боже, нет. Только не один урона. Полегче. Будь нежен. Такс, ладненько. К тому, чё, если остался, его полная луна. А бою на луну. Так, ну где живу эти все? Давайте-ка, карту глянем. Так, там впереди 3-4 человека. И наши, конечно же, к ним не идут. Реально толпа лучников, слушайте. Таких ещё попробую забить. Потому что они тут могут давить количеством. Вернее, будут давить количеством по любасу. Да, миленько. Миленько. Ну, в принципе, быстренько сейчас их всех отделаем. Вообще без проблем. Так что это не важно всё. Так, остановись. Остановитесь. Враги. Отлично. И сюда иди давай. Паскуда тварь. Ещё кто-нибудь на меня хочет? Походу хочет. По любасу хочет. Ещё кто-нибудь? Давайте-давайте. По одному, девочки. Давай. Готовь свою жопу. О, неловко получилось. Копьё-то подлиннее будет, ублюдок. Я вообще удивлён, что такое количество урона наносит копьё вблизи. Это прям жесть. Откуда меня стрелять, не могу понять. Откуда-то сверху, да? Или не сверху. Вообще хрен пойми. Я вижу, что стрелы летят, но где, что и как. Удар в щит на спине. Миленько. Очень даже миленько. Щит, конечно, спасает, но не шибко. Так, кстати, у меня заканчиваются болты, так что нужно это иметь в виду. И шибко не наглить. Хотя я этого не умею, так что. Кого я обманываю? Правильно? Так. Неплохо, кстати. А палет прокачивается. Что за говно? Прям в спину. Ну ты совесть-то имей, друг. Эй, йоу. Я так не играю. Меня убили. Мена убили. Отражает вашу атаку. Вы перегруппу. Эй, йоу. Так не должно быть вообще. Типа это не должно работать так. То есть, насколько мы помним, мод дипломатия обеспечивает хрень, что есть битва после твоей смерти. Но, видимо, если убивать лично тебя, то здесь всё, да? Тархиас сбежал. Мы вроде бы им и откупались. Насколько я помню, наверное, обмен делали. Хз, крюч. Эм, и чё это ещё было? О, посредник. Я тебя ждал. Вообще красавчик. Давай, мне есть кого продать. А чё я не продал всех? Тупо это же... Вот. Косарь. О, косарь, ты зашибись. Косарь мне сейчас поможет. Давайте-ка. Оружие. Мы здесь щит сейчас быстренько прикупим. Какой-нибудь средненький такой. Ну вот, нормально, да. Отлично. Теперь нужно купить ещё, построить бархат инструменты. Как бы я могу их купить, но... Я смысла в этом всё равно не вижу. Потому что мы привезли мы бархат инструменты. Они такие, типа, ну, нам наплевать. Мы ничего с ним делать не будем. Иди в жопу. Ну, если кто не понял, я имею в виду перенос своего двора в замок Яля. Так, ладно. Прокачивать своих воинов или не прокачивать, вот в чём вопрос. Я знаю, что мне было нужно немножечко оставить для того, чтобы по итогу потом изучать всю вот эту хрень. То есть стишки и прочую парашу. Ну, 500, думаю, мне в принципе хватит на один стишок, потому что нормально. Так. Диспо, давайте с Дель, наверное, пообщаемся. Раньше я с ним неплохо общался. Все свои остальные прохождения. Так, свады, кульмар, окей. Мне сказали, что вы поддержали в трудную минуту. Ага, конечно. Наедине не ходишь? Что ж такое? Нет, как граф, он зашибись. Спорить не буду, но вот в плане друга он, конечно, так себе. Ладно, так. Почему, видите, у нас граф боярин, граф боярин, лорд, ярл. То есть какая-то хрень вообще получается. У них старые звания сохраняются и наши новые налагаются ещё. И какая-то лютая хрень. Там какой-то очередной баг. Ну ладно, нужно будет это потом исправить. Покопаться в настройках моды, либо же просто как-то погуглить хз. Посмотрим. Нам сейчас срочно нужен певец или какая-то вот такая вот херня нам нужна. Причём срочно. Потому что уже скоро вторая ночь будет и нам нужно как-то к бабе уже возвращаться, потому что время идёт. Ухудшается с графом боярином. Мы никого не тренировали. Боярин отказался от клятвы и пришёл к ханству. Так, ну ничего серьёзного. Родокисто заключили мир, ублюдки. С свадой забрали наш замок у них. И потом просто взяли и снова с ними мир заключили. Но не эти, не шалавы. Шалавы, по-любому шалавы. Значит, просто не назовёшь. Так, это чё, свады захватывают деревьев? Ну, это их проблема. Давайте-ка в таверну. Пожалуйста, хоть здесь пусть будет труба дура или какой-то хрен, который учит стихам. Потому что мне просто не вариант идти к этой женщине без стихов. Женщины любят стихи. Так, точно. Не везёт мне сегодня. Ой, как не везёт. Чё поблизости здесь? Хальмар? Не вариант. Вражеский город Хаппо. Хаппо захватили? Какая? Песы не разрослись. Охренеть. То есть, если бы на меня напала вся эта банна, то есть, у меня бы они точно все земли отобрали. А тут, если бы не ханство, этих ханство, что-то вообще этот... Защитку берёт, так сказать. Мне не нравится. Мне очень это не нравится. Потому что как-то нужно с султанатом заключать какие-то договора или так далее. Потому что если нет, то... Меня просто к ногтю прижимут, рода или поздно. Во, наконец-то. Боже, я тебя как-то долго искал. Штурм замка. Давай. О, 300 млн. Ну, так за это даём, я и забыл. Хорошо, сейчас учим всё это дерьмо. С возвращением друг. Они не согласились обменять Нилчу от козлы. Жалко. Очень-очень жалко. Так, мы ещё чувака, насколько помним, послали для договора не нападений на свадов. Тоже, как по мне, на самом деле, это не особо полезная сделка. Потому что свадам сейчас просто невыгодно с тремя или двумя войнами, которые у них идут нападать ещё на нас. Но хрен их знает, так что я лучше перестрахуюсь. Так, стих я выучил, насколько я знаю, правильно? Давайте-ка проверим отчёты. Так, где эта фигня должна быть? В ухаживаниях. Да, две известные поэмы. Отлично. Под нападением, это уже не наша проблема. Нилча, нет, выпускать те не буду за деньги, потому что вы отказались со мной обмениваться. Так что идите в жопу, Нилча вы не получите. Хорошо, мы это дерьмо выучили, значит, нужно быстренько в замок Харингтон. Начали Харингтон, там отправиться сейчас. Давайте поднищу. Терен, терен, терен. Так, натренировали, ты вернулся. Харлауза, желаю заключить пакт на нападении. Будет заключённо, отлично. Вы стали правителем, плюс к отношениям. Великолепно. Теперь свады меня всё больше и больше любят. Но рано или поздно, как я уже вам говорил в прошлой серии, придётся с ними начинать войну, естественно. Вот, мы как раз на вторую ночь прибыли в этот замок, и можем встретиться с леди. Попросить встречи с кем-то. Забудьте попросить разрешение въехать в замок и посетить даму. Продолжить. Отлично. Втихаря, втихаря, как мы все это дело любим. Великолепно. Такс. Так, отлично. Плюс к отношениям. Теперь вы любите стихи. Так. Да, воодушевляющее произведение. Отличненько. Так. Нам нужно, вот я не помню, до скольки нужно довести отношения, чтобы можно было до свадьбы это всё дело довести. Попробую до тридцатки с ней поднять отношения, а потом уже попробовать ей намекнуть на свадьбу. Если же нет, то, блин, тогда придётся это читать и изучать, сколько и как там всего этого дела надо. Так, давайте... А, да ладно, деньги опять закончились. Сколько вообще можно? Арбалетчик нет. Так, бундук, бухи, штук, короче, пыль будут внизу, потому что их часто буду послать куда-нибудь. Дерем, были они в осаде. Так, это у нас марнит. Да? Да, марнит. Так, у меня вроде свободных земель нету, потому что мы их захотели свады. Мрази такие. Так. Так, да я вроде бы всё сделал. То есть нужно сейчас быстренько ещё людей нанимать, естественно. Чем больше, тем лучше в данный момент для нас сейчас. Ну и снова отправить посла для обмена людьми. Так, отправить посла. П-п-п-п-п-пам. Нет, стоп, не то. Обменять пленных, обменять, допустим... Я не помню, кто из них такой сильный, кто слабый. Короче, пусть будет Аплайс на Гундура отправиться в Бундук. Да, сделайте это. Так, теперь мы идём к этому чуваку, начинаем с ним общаться. Так, вот рекруты, нанять новых солдат. Нанять хочу я нордских. Да-да-да. Ну пусть будет 20. Видимо это всё, что позволяют мои финансы в данный момент. Очень жалко. У нас куча свадов ещё есть. Ну потрясающе. Денег-то всё равно нету, правильно? Правильно. Так, нужно добывать деньги. Добывать деньги я могу только уничтожением их деревень. Чего я делать не хочу, но видимо придётся. Так, Талбар осадил Ялин. Ну давайте покажем ему, как осаждать Ялин. Или не покажем. Да ладно. Так, все графы присоединились. На его стороне, это плохо. Не говорите, что они прямо сейчас пошли на замок. Потому что они куда-то побежали. Или это они убегают от меня. Ну давайте, идём, 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 дамы и господа. По одному, по... Опять ты, Рейшин, заколебал. Нет, тебя я точно сейчас в плен пущу. Потому что я заколебал уже так делать. Это несерьёзно. Никто к нему присоединиться не хочет? Вообще никто? Ну давайте тогда я помогу ему. Мормуну. У нас 170 против 70 врага. Это хорошо. То есть мы сейчас с Мормуном быстренько по одному этих лордов запинаем. Вообще без проблем. Конец у нас дохрена, так что мы можем сходу пускаться в битву. У них, кстати, тоже есть конец, как я заметил. Чуть за хрен такой офигенно бронированный. Это что, сам Мормун, что ли? Потому что если да, то солдат он просто охрененный, как по мне. С таким-то вооружением. Серьёзно, давайте поглядим. Мне это очень важно. Это Рейцарь Вегер. Но Рейцари Вегеры, значит, мощные такие. Ну, я всегда знал, что они такие же, как Свады. Но Вегеры и Рейцари были бесполезны в осаде вообще. Потому что у них было двуручное оружие. Насколько я помню, там какая-то палка. Да, хрензе, не суть. То есть в осаде они были бесполезны, поэтому я их более не нанимал. А раньше я считал, что самые мощные это Снайпера Вегеры и Рейцари Свады. То есть Снайпера Вегеры, они мощные в плане защиты, потому что у них не окончались патроны. По крайней мере, у противников точно. И они стреляли очень-очень быстро. То есть мощь была такая же, как у арбалетных болтов, но при этом скорость перезарядки, боже, просто офигенная. Они просто перезарядка, перезарядка, еще, 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 еще. И поэтому они были очень сильные, но и никто бы мог устоять перед их мощью. И думаю, рано или поздно я возобновлю эту практику. Чисто ради защиты их буду нанимать. То есть Снайпера Свады, они офигенные тем, что, ну, в плане осады, допустим. Потому что арбалетные болты их, они немножко, конечно, мощнее этих самых луков, но и тем более у них броня хорош, что с ним могут защититься от атаки. То есть когда они на кого-то, они осаждают замок, и их постоянно же атакуют, и им, в принципе, в плане брони им это не особо сильно бьет, как тем же Снайпера. Но вот Снайпера, который за замком, за стенами, за всем этим дерьмом, они просто офигенно с тем тем делом справляются, так что это круто. Так, почему меня любят только Астурии, если бы меня еще любили Свады после всего этого дела? Так, смотрим. Пехотинец, пехотинец. Видите, какая разница, да? Да, тонкий такой момент. Ветераны-вегеры нет, пехотинец... Что-то дофига вегеров, вегеры мне здесь не особо нужны. Всадник Кириги тоже не нужен. Он обкидывается всякой хренью, потому что такой бесполезный персонаж. Но пусть будут вегеры, ладно, плевать, ближнего боя. Их, в принципе, можно как-то использовать. Ну, радуков точно нет, здесь как бы все ясно. Ну и все, да? Давайте снаряжение, здесь что-нибудь годное есть. Даже если нет, я все равно это дело все продам, потому что деньги очень нужны просто. Я буквально-таки бомжую сейчас. Если так можно даже выразиться. Ну, давайте-ка сейчас быстренько Талбора. Захватим. Так, два на стороне врага. Ладно, плевать, давайте их сразу всех разом забьем сейчас. Наедине ты с вами не будешь говорить, но давайте. Давайте, давайте, давайте. Ну, отвратительная местность, конечно же. Все, как всегда. Нужно быстренько перебраться через эту реку или что бы то ни было. И уже там стоять на позиции в ожидании противника. Надеюсь, наша конница быстро преодолеет эту речку. И мы будем в боевой готовности. Главное, чтобы они быстро сейчас не сиганули и не сдохли в процессе всей этой скоростной атаки. Сейчас посмотрим еще. А, они прям рядом, противники наши? Противники? Нет, не рядом. Не рядом, это хорошо. У нас есть время перегруппироваться. Где они там вообще? Я их даже не вижу. В какой вы жопе, ребята? А, вы что, тоже на речку, что ли, пошли? Вы что, придурки? Не, ну серьезно. Походу, да. Не понимаю, как это вообще произошло. Сейчас и поглядим, где они здесь. Насколько они близко, если угодно. Да, вот они, половина на реке, половина еще где-то. Надо сейчас быстренько их себе переманить, чтобы они вышли из реки вообще. Оставили ее. И больше ко мне склонялись. Потому что, если они будут здесь, то мне будет проще их завалить. Давайте, пейте моего коня, конечно. Он же такой злостный. И противник, и вообще. Так, нужно подальше отойти, чтобы они вышли из этой речки. Нам это сейчас просто невыгодно. Я, конечно, понимаю, что наши их неплохо так обстреливают, но все равно на того не стоит. Нашей коннице потом будет тяжело, да и пешим войскам тоже. И конницу терять в процессе всего этого дерьма я не хочу. Ну что, давайте-ка перегруппировываемся. Хотя позиция, блин, у нас была офигенная для обстрела, но что поделать. Что поделать, что поделать. Их нужно выманивать так или иначе. Так, наши что-то откидывают, что-то делают, что-то творят вообще. Давайте, давайте, давайте. Заставляем их двигаться на нас, хотя у нас здесь лучники, они и так офигенно работают, как видите. Очень офигенно работают, блин. Мне прям нравится. Как только их противники, их чуваки подадут поближе, мы уже начнем. Что-нибудь такое масштабненькое. Да, видите, их уже начали обстреливать наш. Все, давайте в атаку. Как раз у конницы идеальное расстояние для того, чтобы разогнаться. Ну и что еще нужно для счастья, правильно? Вот и все, граф Талбор убит с одной оплюхи в 140. Это было буквально таки изи катка. Еще один ублюдок убит. Ну и все, бит и можно сказать, что выиграно, потому что у вас была позиция просто-напросто лучше. Правда, мы одного всадника потеряли наемного, но с кем не бывает. Дерьмо случается, что еще могу сказать. Еще один получи. Еще один получи. Не попал, с кем не бывает. Да, я еще лелею, мудрюсь как-то получать в такой вот ситуевине. Ну ладно. Победили и хрен с ними. Нет. Это офигенно. Офигенно. Хоть где-то тактика в Монтинблейд еще тащит. Это оставляет крупицу надежды. Ну и что, все или кто-то еще здесь остался? Как бы дофига смелый. Постарею, чем захватить сразу или залиту отдать. Мне прям не терпится. Блин, у меня же еще два чувака, кажется, остались без зимы или типа того. Вот из новеньких имею в виду. Поэтому, видимо, они меня сейчас не особо долюбливают. Потому что финансы у них дерьмовые, походу, из-за того, что они перешли ко мне и остались без зимы. Охренеть у них. Подкрепление за подкрепление. Я, походу, сейчас людей начну терять. Потому что, видите, наших здесь просто окружили. И противник не особо думает бежать сейчас. Да, бывает. Бывает, просто-напросто. Так, давайте-ка мы сейчас их по одному будем высекать. Вот так вот. Куда-нибудь еще. Так, вон там дохрена людей. Давайте-ка сейчас я быстренько себе там одного найду. Да что ж такое, блин? Дурацкая копия. Постоянное время что-то совсем с ним. Не могу управиться. Никаким образом. Ладно, ничего, ничего. Мы сейчас это исправим. Это недоразумение. Так или иначе. Пехотинцы. Кто здесь еще остался? Довольно ничего серьезного. Диаполченцы прочей хлам. Вот и все. Вот и все. Победа. Они лишь продлили свои страдания. С кем не бывает. Так, всадник лидер. Да, наплевать он. Вряд ли мой. Так что. Переживу. Все. Слышу звуки победы. Потерял я одного человека. Это у нас наемный всадник. Да. Фигня. Отныне вы у меня в плену. Уж извини, друг. Но ты уже заколебал. Продолжить. Ну и все. Стрелок киргит. Нет. Так они родаки. Нафиг вы не родаки. Себе оставьте. Ладно, возьму одного стрелка киргита. Почему бы и нет. Деньги появились? Да не особо. Доступ к трофеям. Заберем весь этот хлам себе. И время еще походу уже ехать в замок и продавать все это дерьмо. А. Стоп, у меня же здесь город поблизости. Че-то я туплю. Да. С кем не бывает. Так, пытаться посидеть даму. Нет. В плане дамы вот эта дама гораздо удобней. На самом-то деле. Потому что она всегда под рукой будет. Это, как сказать, теория падальщика. Когда мужчина берет женщину, которая просто более доступна для него. Ну и не придется особо заморачиваться, чтобы ее получить. Да. Но мне это явно не подходит. Потому что связи у нее особо больших нету. Да и тем более ее родственники так на моей стороне. Так что, как таково, это не особо все дело выгодно. Что в плане еды у меня? Три хлебушка и все, да? Фиговенько. У меня инструменты прям под боком. Нифига себе, не знал. Можно еще взять? Но нет, думаю, не стоит. Хорошо. Давайте-ка еще разочек. Мне нужно хлеб сюда переместить, чтобы все это как-то кучнее смотрелось. А вот теперь уже можно попытаться кого-нибудь обучить. Из своих чувачков. Кого-то из низкой лиги. Низшей, вернее. Вот. Всадники, допустим. Почему войны нет? Так. Теперь ветераны. И там же дальше тут рыцари их. А вот Хускарлы и рыцари. Все. Бабла нет. Осталось только самое мощное. Остальное мы, в принципе, обучили. Хорошо. Бойцы уже у меня хорошие. Войны все уже полностью доступны. Мармун уже 100 человек практически имеет у себя. Под командованием тоже молодец. Это классно. Это классно. Так. Скоро не воевать? Походу начнут. О, Герлуш. Давай-ка мы с тобой раз на раз пообщаемся. Может ты что-нибудь, что-нибудь полезное такое мне скажешь. Лорд Гондур был освобожден из заточения. Круто. Мы все-таки освободили, обменяли. Круто. Круто. Наедине. Не хочешь. Жалко. Сдавайся. Потому что у тебя 100 человек. Я не могу допустить, чтобы вражеский солдат, вражеский генерал, если угодно, с войском в 100 человек, спокойненько ходил по моим землям. Нет, 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 нет. Он может объединиться с другими, и потом мне будет очень тяжело, и может начать захватывать или же разорять какие-либо мои земли. Тоже неприемлемо. Так что вот такого дерьма мы не допустим. Так, конец что-то у меня очень мало, потому что они как-то по одному вот так вот идут. Так, я здесь не допущу воли случая, я его собственноручно уделаю. Так что извини уж, Герлуш, но ты люлей получишь. Да, ты, правда, и мне, и мои лошади навалял, но с кем не бывает. Правильно. Ну, сейчас мы тебя быстренько, в принципе, уделаем. А у нас с тобой каски одинаковые. Круто. Стоп. Опять лошадь. Ты заколебал. Хватит трогать лошадь, тварь. Ща, я тебя быстро уделаю здесь. Нехрен. Нехрен. Герлуш должен страдать. Давай, 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 давай. Отлично. Мы его насадили на копье. Насажено. Посажено. Новые противники. Блин, вот так круто. Мы на ихнем респауне буквально таки сидим, поэтому им сейчас круто. В плане пополнения постоянного войск, да. В этом плане, я скажу, ну не то чтобы туплю, но я просто активно действую. Это, конечно, экономит нам очень сильно времени. Благодаря тому, что я постоянно иду в наступление и редко обороняюсь. Но, с другой стороны, я мог бы гораздо меньше людей терять, если бы выжидал, как, допустим, делают эти боты. В этом плане у них логика явно присутствует. Спорить не буду. Тупой рыцарь, сейчас мы оба здесь загнемся. Нет, показалось. Я всего лишь иронизирую. Так, Бахиштур у нас лег. Так, хорошо, у этих чуваков хотя бы щитов нету? Это прям радует. Так, ну что ты там выдержишь? Это какой-то из моих. Это похоже на Феррентиса, блин, жутко просто. Это Артеминар. Но почти угадал. Почти угадал. Ну и мы здесь точно победим. Это уже радует. Да шучу. В принципе, смотря на это, я изначально вступил эту биту, узнаю, что мы победим. Вопрос был лишь в потерях, и потери здесь не особо большие. Это тоже как бы радует. Так, еще на 12 получи. И противников вроде как уже не осталось. Вернее, остались. Но всякая мелочевка. В плане количества и качества. Все, вроде победили. Нет еще. Нет, кто-то еще остался. Какие-то ублюдки. Так, вот теперь точно все. Мы уже ликуем. И это победа. Отлично. Так, опять какие-то пленные. Ну давайте всех быстренько возьмем. Потом еще продадим. Бабла наварим. Бабло нужно так или иначе сейчас получать. Бахиштур почему-то ранен. А, ну да, я же это обсуждал уже. Забыл я хлам. Их не взять жалко. Так, давайте к рыцаре. Сейчас кускарлов качаем. Опять денег. Да что ж такое? Что ж такое? Что, я вещи забыл продать? Нет, вещи я пробовал. Странненько, наладненько. Это что за хрен? Вроде один из моих, но что за хрен? Я не знаю. Так, это Вулдра. Так, а мы кого освободили? Кто там был? Рафард? Нет, тоже это не Рафард. Вот какой-то другой был хрен. Какой-то другой хрен. Так, чувак ушел в изгнание в ханство. Может я успею? Нет, здесь бандиты и наши чуваки. Ну, блин. Ладно, давайте вступим в битву с бандитами и нашими чуваками. Мы получим одну единицу известности. Ну и все. Я, правда, не знаю, какая может быть вообще известность за вот такие вот битвы. Где три лорда сражаются против 30 бандитов. Потому что у лордов армия больше сотни. Да, то есть вообще без шансов. У нас и опыт командования больше, и войска более прокаченные. Ну и не знаю. Я бы здесь минус 5 к известности дал. Нежели плюс. Ну ладно. В принципе, ладно. Это лишь мое сугубо субъективное мнение. Так сказать. Блин, а что вы так быстро отдыхаете? Это же даже неинтересно. Даже разгоняться не пришлось здесь. Вообще изи какая-то, понимаете? Изи, бризи. Да. Ладно, давайте просто подождем. Давайте просто подождем, пока закончится все это дерьмо. Вот еще уклоняться умеет. Ничего себе. Ничего себе. Так. Ладно, короче, все. Мне надоело с ними сражаться. Это слишком скучно. Чтобы быть настоящей битвой. Так что просто поглядим, давайте. Я помню какая клавиша здесь нужна была для осмотра. То ли джей, то ли брошено. Отлично. Великолепно. Взять. Да, то же самое пику я поднял. Вот его хрен его знает, что бы с ним случилось. Ладненько, давайте дальше. Победа. Спасибо вам за помощь. О, плюс к отношениям. Прикольненько. Так, хлам брать, не брать, не брать, не брать. 20 трофеев. Ладно, плевать, не будем брать. Потому что, как минимум, у бандитов хлама полезного точно не будет. Что в замке Кульмара в плане численности и прочего на будущее, так сказать? 30 человек. Ну да, конечно. Это идеально захватить, но мы это захватить даже не сможем. Печаль. Беда. Для меня. Ладно, наплевать. Давайте-ка. Палази. Можно, кстати, логово горных захватить бандитов. Тоже неплохо. То есть наше единственное, что сейчас дело, это догоняет бандитов. Забыл, какого лорда мы вообще освободили. Так. От хрен его знает, кого мы там освободили из-заточения. С кем нужно пообщаться. Кто должен меня сейчас, по идее, благодарить. Так. Может, Рафард или же Гундур. Кто-то здесь есть, один из них по-любасу. Или Рафард, или Гундур. Давайте поглядим. Да, вашу же мать. Да, вот Рафард здесь. Значит, мы будем искать Гундура. Стоп. Где тут Рафард? Вот, догоняем его. Значит, спрашиваем. Спросите, один человек Гундур. Находится в замок Эдстрок. Видимо, он там, типа, с силами собирается или еще что. Я его даже не заметил. Хитроу, хитроу. Да, вот он. Никого не натренировал. Бабла им опять, что ли, не хватает? Насколько вообще можно? Так и просит. Бабла с моей казны. Так, вы сразили. А, типа, спасибо за то, что я тебя освободил. Нет. От ценного пленника потерял из-за тебя. Ну, ладно. Так, нужно быстренько сейчас заставить еще рейшена в город. Потому что у меня сейчас глаза мозолят. Ну, и все, по сути. Остальное не так уж и важно. Так, сколько здесь? 100 человек плюс алайн. Блин, очень мало, на самом деле. Для такого города, если учитывать, сколько здесь еще людей хранится, важных. То есть, ну да, это очень мало. Очень-очень мало. Давайте-ка в Твердном. Посредник. Ты хочешь здесь появиться? Посредник. Путешественник. Джеремуш. Стражник. Давайте-ка. Так. 900. Ну, в принципе, тоже неплохо. Путешественник, чем полезное. Одного человека. Катрин. Нет, не хочу. Продавцы книг. Нет, не хочу. Ну и все, в принципе. Буквально-таки на этом можно сказать, что я закончил. Со всем этим дерьмом. Путешественники нам пока что не нужны. Итак, ну что же, дамы и господа. Мы очередной раз завершаем нашу серию. Продолжаем, естественно, в следующей, как бы это банально не звучало. И думаю, к этому моменту мы еще раз навестим нашу даму. Скажем так, для галочки. Может, скорее всего, даже за кадром это сделаю, потому что это в плане действия, это не особо бесполезно. Вернее, наоборот, бесполезно. Потом, в следующей серии мы уже начнем с вами снова делать верную кампанию. И собирать уже людей на Джилкалу или же замок Ибделес, как вы помните. Людей напоминается очень много. И надеюсь, что мы осилим такую вот численность. Ну, посмотрим, ладно, по ходу дела. Ну что ж, на этом все. С вами был Кит. И всем пока. Продолжение следует...